Здравствуйте! В эфире программа День Города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. С тройкой по жизни Рязань включается во всероссийский транспортный проект. Детские деньги с семьей с чадами от 8 до 17 лет получат новую финансовую выплату. С расчетом на Подольский горизонт. В Солочи чистую воду будут искать в трех артезианских скважинах. Как свадебная кукла полицейские пресекли автогонки с мужчиной на капоте. Правительство Рязанской области заключило соглашение с правительством Москвы об интеграции сферы городского транспорта в единую билетную систему на базе тройки. Таким образом, жители Рязани смогут расплачиваться за проезд не только в Москве, но еще и в 18 городах России, заявил сегодня на правительстве губернатор Николай Любимов. По его словам, пилотный проект стартует в области с 20 мая. О чем еще заявил руководитель региона, расскажем далее. Карта тройка для москвичей – незаменимое средство оплаты проезда на городском транспорте. Современное, удобное, многофункциональное. Ее используют сегодня 18 городов России. Рязань станет 19-м. Правда, пилотный проект только в мае. Полноценная интеграция в августе. Я считаю, что это решение очень значимое. Оно позволит нам интегрировать регион в единую транспортную систему страны, упростить систему оплаты проезда, повысить комфорт при поездках в общественном транспорте. По сути, этот шаг можно рассматривать как социальную поддержку граждан. Еще одна тема традиционная – уборка города. Снег с улиц Рязани практически сошел, обнажив, по словам губернатора, грязь, мусор и пыль. Чистота – дело общее. Поэтому, как и в снегопад зимой, к расчистке необходимо привлекать предприятия. Срок – до 1 мая. Жители города в стране не останутся. Считаю полезным объявить с 1 апреля месячник по благоустройству. Сейчас уже и в ближайшее время провести общегородской субботник. Нужно привести в порядок улицы, парки, скверы, дворовые территории, детские площадки, спортивные площадки, дороги и прилегающие к ним зоны. Надо избавиться от мусора, который скопился за время зимы, отмыть бордюры, ограждения вдоль дорог, проверить состояние газонов и клумб. Тот же срок и для латания ям на городских автодорогах. С литым асфальтом, по словам губернатора, надо уже постепенно заканчивать и переходить на полноценный ремонт. Хотя бы картами. Пенсионный фонд России анонсировал новые выплаты. Речь идет о поддержке семей с невысоким доходом на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Официально проект стартует с 1 апреля, но у него есть свои нюансы. Такой выплаты раньше не было. После восьмилетия ребенка пособия получали только одинокие родители. Теперь же эта привилегия доступна и полным семьям. Одно условие, если они в этом нуждаются. По решению президента вводятся новые меры поддержки для семей с невысокими доходами. Ежемесячные пособия на детей от 8 до 17 лет. Выплата назначается семьям, чей средний душевой доход меньше прожиточного минимума на человека. При назначении пособий будет проводиться комплексная оценка нуждаемости. Это имеется в виду доходы семьи, имущественная обеспеченность, занятость родителей. Пособие назначается сразу на 12 месяцев. В Рязанской области около 50 тысяч родителей имеют право подать заявление для назначения новой выплаты. В отличие от пособия одиноким родителям, эта новая выплата будет составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума для детей в регионе. В Рязанской области эта сумма 11 тысяч 335 рублей. Базовый размер пособия 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. В Рязанской области эта сумма будет составлять 5 тысяч 667 рублей 50 копеек. Если при назначении пособия в размере 50% регионального прожиточного минимума ребенка среднедушевой доход семьи все равно будет меньше прожиточного минимума на душу населения, то пособие будет назначаться в размере 75% регионального прожиточного минимума ребенка. Это где-то 8 501 рубль. Для жителей Рязанской области. В том случае, если среднедушевой доход все равно будет, не будет достигать прожиточного минимума пособия, будет назначаться в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Чтобы рассчитывать на пособие, нужно завести карту МИР или специальный счет. Правда, порядок выплат несколько сумбурный. Лично и онлайн подать заявление нельзя ни в марте, ни в апреле. Только с 1 мая. Зато деньги вам перечислят сразу за 2 месяца. Герман Гущин, Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В этом году в Солочи власти окончательно решат вопрос с чистой водой. На окраинах поселка пробурят сразу 3 артезианские скважины, плюс 2 станции водоочистки. Комплексы создадут единую сеть, которую соединят с централизованным водопроводом. Как и когда это все будет в нашем следующем материале. Поселок Солочи у рязанцев одно из самых любимых мест отдыха. Сосновые бары, прямой выход к речке, в общем почти курорт. Для частного сектора так уж точно. Вот только с питьевой водой здесь мучились уже давно. Все дело в составе. Она отстаивалась с железом, в присутствии железа. Видимо, мы же старые водопроводные трубы. Они же с какого года рождения, сколько, наверное, лет, с только этим трубом, если не больше. И железо присутствует в наличии. В район Мещерская улица, там у них вода нормальная, без железа, но с каким-то вот таким налетом беленьким. Возможно, что дело еще в так называемом горизонте. И в свое время скважину пробили слишком глубоко. Вода оказалась с большим количеством железа. Но в этот раз все будет по-другому. Три новых водных артерии при поддержке муниципального водоканала буровики заведут чуть выше, на Подольском горизонте. Там по изысканиям запасы намного чище. Две скважины, первая и вторая рабочие резервные, будет расположена станция водоподготовки, будет расположен дизельный генератор, который работает в автоматическом режиме в случае отключения электроснабжения, то есть второй вод. Будет расположена КНС, будет, соответственно, подъездная дорога, вот эта серенькая, и, соответственно, вот сети водопроводные. Улица Дунай. На месте бурения скважин стартовали подготовительные работы по расчистке территории. Для этого, правда, придется срубить несколько десятков сосен. Они уже помечены специальными насечками. Впрочем, взамен власти и подрядчик обещают все компенсировать. Высадка саженцев. Объем работ впереди существенный. Будет построена наружная сеть водоснабжения и водоотведения, которые в том числе обеспечит водоснабжением не только улицу Дунай, но и большую часть поселка Солоча. Качественной артезианской водой, которая будет полностью соответствовать всем требованиям Роспотребнадзора. Срок работ по контракту – полгода. Подрядчик готов работать круглосуточно, и уже этой осенью вода в Солочи станет другой. Чистой и прозрачной, без всяких там налетов, какой и должна быть во всех населенных пунктах. Максим Васильев, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». У охотников есть поговорка на ловца, и зверь бежит. Именно такой случай и произошел в Рязани. На глазах изумленных полицейских прямо на капоте автомобиля хулиганы возили мужчину по улицам города. Что было дальше, расскажем прямо сейчас. Свидетелями этой картины, проката мужчины на капоте Рено, полицейские стали совершенно случайно. Оперативники УГРО были в этом районе на служебном задании. Решение преследовать приняли, не задумываясь. С Мервинской доехали до Крупской, где Рено все-таки остановили. Водителя, пассажира, а заодно и мужчину с капота доставили в отдел. Оперативники установили, что двумя днями ранее 35-летний иностранец пришел в квартиру к своей 34-летней знакомой. В жилище находились двое мужчин, которые избили гостя бейсбольной битой, и, угрожая совершить в отношении него действия сексуального характера, отобрали у него 20 тысяч рублей. Пострадавший не стал обращаться за помощью в полицию и решил самостоятельно выяснить отношения с обидчиками. Притом пострадавший решил разобраться один. Позвал двух своих обидчиков на пустырь, что на московском шоссе. Внятного разговора, видимо, не получилось. Мы его сперва поймали, этот пацан, когда ему кого-то наказали, там сапают, издевались. Дальнейшая история известна. Парень оказался на капоте, похоже, силком. Преступление пресекли силовики. Теперь в отношении двух мужчин и женщины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Максимальное наказание – 10 лет лишения свободы. Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании фигурантом меры пресечения под стражу. Ближайшие два месяца они проведут в СИЗО. Партнер программы «День города» – выставка свежей рыбы и икры. Самые вкусные, а главное – свежие деликатесы ждут вас на первом этаже торгового центра «Премьер» у центрального входа. В Рязанской области стартовал проект по организации комплексной реабилитации пожилых людей после травм и болезней. В нашем регионе по этой программе будут работать два учреждения – Михайловский дом-интернат и Сапожковский комплексный центр социального обслуживания населения. Специальные бизиборды, тренажеры и кровати – все это атрибуты реабилитации грантового проекта «Оставаться самим собой». В регионах создадут специальную систему поддержки пожилых после травм, переломов и последствий тяжелых болезней. Выстанавливать здоровье пенсионерам будут на дому, в дневных центрах и стационарах. По инициативе губернатора Рязанской области мы включились в пилотный проект по созданию системы долговременного ухода, который с 2019 года является частью национального проекта. Сотрудничество мы продолжаем. Заключили соглашение с благотворительным фондом «Старость и радость» в марте текущего года для реализации нового их проекта. Новый проект направлен на комплексную реабилитацию пожилых людей, которые проживают в наших стационарных организациях или обслуживаются в других формах социального обслуживания. В центрах на местах создадут специальные команды помощи, в которых будут психологи, фельдшера, культорганизаторы, инструкторы ЛФК. Все специалисты пройдут обучение в Москве. У нас уже ведется подготовительная работа. Мы отобрали граждан, которые в первую очередь нуждаются в комплексной реабилитации, как на дому, так и в стационарных организациях. Сейчас мы отобрали уже группы. У нас будет участвовать два учреждения, стационарные учреждения. В Сапожковском комплексном центре сначала мы будем реабилитировать граждан из числа 20 человек и в Михайловском доме-интернате 15 человек. Всего в рамках проекта будет у нас задействовано около 300 граждан. Кроме того, в Рязанской области намерены еще и трудоустроить в центрах родственников пожилых пациентов, чтобы уход за бабушками и дедушками был по-настоящему домашним. В среде искусства имя Татьяны Путенс известно далеко за пределами страны. Художник-керамист, дизайнер, искусствовед. Она много лет создает уникальные выставочные проекты, где удивительные образцы современного искусства гармонично дополняют друг друга и раскрывают заявленную тему. Небольшой, но впечатляющий проект Татьяны Путенс открылся в галерее Иванова и посвящен он весне. Никому не понять нас, северян, в том, как мы ее ждем. Движение цвета от белого к зеленому, движение тепла от льда к воде, движение тела от одежды к освобождению, движение души от депрессии к любви. Мы знаем цену этим превращением. Мы сами становимся движением. Так искусствовед Татьяна Путенс говорит о весне, которой посвящена выставка, призванная согреть горожан после холодов зимы. Так изначально было задумано куратором, чтобы эти работы несли оптимизм, свет, какую-то весеннюю энергию, пробуждение. Поэтому и такая вот декоративная направленность. Живопись не реалистическая, традиционная, а очень декоративная. И она близка по своему строю, произведениям, керамики, например, таким декоративным видом искусства. Проект Татьяны Путенс знакомит зрителя с необычными экспериментами в области керамики, фаянса, живописи и рисунка. В составе нынешней выставки более 50 произведений, выполненных в различных техниках и материалах. Большие холсты представляют зрителю мир простых бытовых предметов и разнообразные цветочные композиции. Смелые эксперименты в фаянсе не оставляют равнодушными, но основной акцент проекта – фигуративные, сдержанные, сложные и минималистичные керамические пласты, которые демонстрируют ярчайшие тенденции в современном декоративном искусстве. В выставку вошли работы и двух рязанских художниц Галины Хохловой и Галины Сметаниной. Работы сделаны несколько лет назад, наверное, два года. И тоже они были когда-то экспонировались на весенней выставке. Они называются «Предчувствие весны». Общий колорит такой легкий, зеленоватый, с трещинками крокле, говорящий о том, что где-то там пробивается жизнь зеленая, где-то тает лед. Птицы, вода, цветы, лодки – все, что ассоциируется с неминуемым приближением весны, представлены на выставке и задает движение в ее сторону. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань, встречай! Свежий лов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца – все от производителя. С 28 марта по 2 апреля. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова